Дружко, коровай крае, дружко, коровай крае. Кого вижу, а я ненавижу, да ко, кого нету, да а мне, а мне я божаль. Кого нету, а мне я божаль. Ут, я жаль, это милый, меня спокидает, но... Но не ласковый, милый, да все слова. Этот музыкальный фрагмент, как и многие другие, результат фольклорных поездок. У одного там что-то, одно выспросишь, у другого другое, да, и складывается какая-то общая картина, свадьбы, допустим, масленица. Некоторые такие бывают очень интересные бабушки, которые так рассказывают, все очень живо рисуются картинки, и прям вот жизнь, она вот как бы раскрывается. А поделился своими научными открытиями, а также рассказал необыкновенные истории о фольклорных экспедициях разных лет руководитель Центра русского фольклора Александр Смирнов. Кто-то акцент делает на том, что само по себе вот эти вот все, ну так скажем, артефакты, все эти вот проявления традиционной культуры, эти песни, танцы, что они имеют сами по себе какую-то ценность художественную, историческую. Это действительно важно. И важно это потому, что, ну, во-первых, это непростая культура. Это очень сложная, развитая культура, и утрата ее, это, конечно, ну, этого никак нельзя допустить просто. Сотрудники Центра выезжают в русские села и записывают старинные песни, танцы, игры, обряды. Все, что связано с русской народной культурой. Мы в Лаишевском районе были, в Тетюшском, в Кабецком, в Елабужском. Понимаете, это вот другая жизнь, не окунаешься, и с одной стороны, и даже представить невозможно, да, как жили люди, как это было сложно. И они говорят, но мы жили весело, хорошо, то есть у нас вот там была жизнь, она кипела, несмотря на то, что иногда и есть-то нечего было, и надеть-то нечего было. И вот, допустим, говорим о вечерке, да, были-были, но я, говорит, вот поздно пошла, 18 лет, потому что мне до этого надеть нечего было. А как вот одежда появилась, там обувь какая-то, вот пошла. Вот, понимаете, то есть, а замуж как выходила. Ну, а что, говорит, ну вот у меня, я, говорит, выходила в темном платье, может, поэтому у меня, говорит, и жизнь сложилась, а другого платья у меня не было, говорит. То есть, это вообще жизнь, конечно, такая открывается, это так важно, на самом деле, вот с ними разговаривать, потому что мы такие сейчас расслабленные, разнеженные, у нас все есть, мы еще и всем недовольны при этом. Значит, нам и того мало, и другого мало, вот, а они, вот они какие-то другие, они были, и причем они сейчас говорят, как мы сейчас, мы сейчас так живем, ну, это же, у нас же все есть. Это же, вот, то есть они, они ценят, они, и они ценные очень люди. Как я буду горько плакать на чужой стороне? Почему же так важно понимать и сохранять живые народные традиции? Мы часто считаем, что именно вот классическая культура, культура академическая, она, это действительно вершина развития там культуры вообще. Я могу сказать, что русская традиционная культура во многом сложнее, чем классическая. Там другая манера пения. Вот мы считаем, что иной раз вот какой-то, казалось бы, примитивный напев, да, на самом деле он оказывает совершенно потрясающее впечатление. Очень, ну, близко прямо вот к шоку какому-то, понимаете. Почему? За счет манеры пения. Потому что там просто другая манера пения. Мы часто считаем, что воспитанные на классической, так сказать, музыке и вообще на культуре, они часто не могут просто даже понять смысла этого. Им нужно какое-то время, чтобы в это войти. Но это на самом деле сильнейшая культура, мощнейшая культура. И она сложна еще тем, что там, например, очень развитое многоголосие. Очень развитое многоголосие, и оно совсем другого типа, нежели, допустим, в классической музыке, в академической. Чёрный мороз водопил его. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Одна из сфер нашего интереса – это этнический костюм русских, именно этой местности. Костюмы в разных регионах, они у русских, они отличаются. Костюм нашей местности имеет свои особенности, особенно праздничный костюм, сарафанный комплекс. Ну, многие, наверное, были на каравоне и видели это по телевидению, как вот костюм – это русская Никольская, да, как они одеваются. Но это на самом деле костюм не только русского Никольского, это костюм довольно большого такого района вокруг Казани. В Казани, в Казани, рядом с Казани, Пестрицы, вот Царицыно, вот именно таким образом одевались, ну, в праздники. Что из себя представляет русский народный костюм? И какие особенности были в одежде поволжских русских? Нами были отшиты образцы народного костюма женского. Вот здесь они у нас представлены. Это сарафанный комплекс и парочка. Отшили мы праздничные костюмы, чтобы, так как все-таки больше интерес у нас возникает в народном костюме именно в праздниках, да, и даже сейчас есть у многих желание на праздник одеться в свой национальный костюм. Поэтому мы вот создали образцы праздничного костюма. Сарафанный комплекс, он состоит, значит, из сарафана, рубахи, богато украшенной кружевными такими вот манжетами. Рубаха украшена шитьем. На руку, под рубаху одевались вышитые манжеты. На грудь одевалось на шейное украшение. Оно состояло из кружевного воротника, который называется хомут, и бисерного украшения барок. На голову одевался головной убор. Он состоял не просто из платочка, да, как... Ну, просто. Не просто из платка. Одевалась сначала на голову шапочка, под которую прятались волосы, да, чтобы они не вылезали. Потом одевался кисейка в виде такой вот полоски, украшенной кружевом. И уже сверху одевался платок. Вот в нашей губернии носили шелковые красные платки, которые назывались фатки. И вот, что примечательно, молодые девушки, незамужние, эту фатку носили по лентошному. Что это означает, да? Платок складывался по диагонали и закладывался в виде ленты. И повязывался на лоб, да, и завязывался на затылке узлом, таким образом, чтобы концы торчали в разные стороны. То есть это вот как бы наша такая вот традиционная особенность ношения платка нашей местности. Женщина, замужняя женщина уже не имела права носить так платок, так как ей нужно было волосы полностью закрывать. То есть платок завязывался таким же образом, но только уже затылок был закрыт платком. Вот, но концы также торчали. Но такую фатку красную носили именно по праздникам. И чем старше становилась женщина, уже от фатки она отходила. Одевала тоже красочный платок, но уже не чисто красного цвета. Вот. Ну, девушки одевали в косу, на конец косы подвязывали вот такую вот ленту, украшенную богато, кружевом, либо золотной бахромой. Сам сарафан шился обязательно из красивой дорогой ткани, штофной. И украшался сарафан золотной бахромой. Не у всех была такая возможность сшить сарафан из дорогой покупной ткани, штофной. Так вот, бабушки рассказывали, что если не было возможности купить дорогой ткань на праздничный сарафан, то хотя бы покупали небольшой кусочек и шили себе запон. То есть это передничек, но который шел от груди. И на обычный ситцевый сарафан в праздник они одевали этот штофный передник запон. И уже было понятно, что эта девушка там или женщина идет на праздник. И второй вариант. Это парочка, это более поздний вариант праздничного костюма. Это как бы взгляд на моду городскую. Хотя в городе совсем другие парочки были. Они отличаются от деревенских парочек. И когда вот эта мода как бы перекочевала в деревню, все-таки модницы шили парочки из ткани одинаковой, да, что кофта, что юбка. И также продолжали эти парочки называть сарафанами какое-то время. Потом уже название поменяли, стали парочками называть. Эта парочка у нас из Пестричинского района, сшита прям по музейному образцу. Старались все выдержать. И вышивку пересняли. Также вышивали вручную, как там вышито. Соткали пояс. То есть все это как бы музейные образцы. А сегодня русские сарафаны и парочки украшают современных девушек из фольклорно-этнографического ансамбля «Ни Люба, ни Слушай». ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 Оказывается, там намного сложнее у них, и вариантов больше. Все так удивляются. А, бау! Вот оказывается как. Если там хор исполняет каждую партию, там дублирует их несколько человек, и они поют одно и то же, то здесь у каждого определенная, так сказать, свобода. Каждый может провести спеть и такой вариант, и другой, и все это, так сказать, при этом сливается нечто гармоничное. Катенька, Катюша, ура, тебе спать, смеленько ехал, за морем гулять. Катенька, Катенька, ура, тебе спать, смеленько ехал, за морем гулять. Катенька, Катенька, ура, тебе спать, смеленько ехал, за морем гулять. Катенька, ура, тебе спать, смеленько ехал, за морем гулять. Горью я ночку, горью я ночку, горью я зробу, А на третью ночку пришли корабли. А на третью ночь Пришли корабли Два корабля белых Один голубой Два корабля белых Один голубой Два матроса старых Один молодой Два матроса старых Один молодой Молодой матросик Миллионечка мой Миллионечка мой Сидя на заде шуткой Темнице сырой Когда, допустим, ко мне на семинары приходят, например, учителя, ну, дирижеры-хоровики и слышат, как поют бабушки, то они просто, так сказать, под большим впечатлением, потому что повторить это тем выпускникам именно, допустим, консерватории, воспитанным на другой традиции, это просто невозможно. Например, на форуме в Москве поют белгородские бабушки, а потом выходят, так сказать, лучшие фольклористы, которые ездят к этим бабушкам, записывают их, учатся у них петь, и они выходят на сцену и поют, то мы понимаем, что все-таки бабушки поют более убедительно, конечно, несмотря на их возраст. Коллектив создан при Центре русского фольклора Казани. В его репертуаре песни русских сел в Республике Татарстан, записанные в разные годы казанскими фольклористами. Есть люди, которым хочется петь, есть, ну это уж у них надо спрашивать, я так думаю. Есть люди, которым хочется выступать, есть люди, которым хочется нести, вот прям вот нести, вот. Есть люди, очень увлеченные именно народной культурой, есть такие вот удивительно. В первом составе это было, знаете, как скорее экзотика. Да, экзотика, да. Понимаете, вот, потому что там были такие люди, которые увлекаются, увлекались разным, всяким там, ну и восточными какими-то там философскими взглядами, там еще что-то, йога, там все, ну я даже не знаю что. Вот, и в том числе и вот, значит, музыкальный фольклор русский, да, который тоже экзотика, который не звучит нигде, да, то есть очень непривычно, очень странно, вот, хотя это вот исконное здешнее. Вот, ну а, а сейчас уже, вот, мне кажется, просто с другим отношением уже будет. Балала, ласк, ты кидай, с ручками веселые, все, семьячка наборела, а сама веселая. Нага моя левая, что ж с ней поделаю, а не спит, не лежит, все, на улицу бежит. Традиционная культура, она достаточно живая. Живучая и гибкая, то есть она может приспособиться к каким-то условиям. Ведь, по сути дела, вот, в процессе исторического развития она же тоже менялась очень сильно. Ну, был период, допустим, язычества. Ну, мы не знаем, что там как было. Это трансформировалось, развилось теперь уже в период, вот, православия, христианства. Как на тоненькой ледок выпадал белый снежок. Калина, 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 Калинушка моя. Выпадал белый снежок, ехла Ванюшка дружок. Калина, Калина, Калинушка моя. Калина, Калина, Калинушка моя. Выпадал белый снежок, ехла Ванюшка дружок, ехла Ванюшка дружок. Выпадал белый снежок, ехла Ванюшка дружок, ехла Ванюшка дружок. Не засиживайся, Калина, Калина, Калинушка моя. Выпадал белый снежок, ехла Ванюшка дружок, ехла Ванюшка дружок. Выпадал белый снежок, ехла Ванюшка дружок, ехла Ванюшка дружок. Дружко, каравай крае. Дружко, каравай крае. Поехали. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...